Лучшие робототехники страны в Петропавловске. Они стали участниками форума «Энергия будущего в руках Казахстана», а также фестиваля по робототехнике «Робо-Экспо». Такие форумы проводятся в целях популяризации предстоящей международной выставки «Экспо-2017». Репортаж Гульнары Кали. В зале лучшие робототехники Петропавловска, Кустаная, Тараза, Караганды и Астаны. Всего участия в форуме «Энергия будущего в руках Казахстана» принимают 11 команд, а это 56 школьников. Среди почетных гостей в зале и тренер по робототехнике международного уровня Пет Найду. Он уже порядка трех лет работает в Назарбаево-Интеллектуальной школе Кустаная. До этого три года занимался робототехникой в Арабских Эмиратах. Теперь развивают данную сферу в Казахстане. Нам нужно вовлекать не только государство, не только инженера с большими опытами, а также интересоваться идеями детей, потому что именно идеи детей являются самыми нестандартными, самыми уникальными, свежими идеями. А вот и самое интересное. Это уже фестиваль «Робоэкспо». Проходит он по пяти номинациям. Здесь важно участнику прочитать все до мелочей. Робо должен быть запрограммирован и выполнить поставленную перед ним задачей. Первый биатлон называется. Задача робота не сбить мишени, точнее не сбить банки, а забрать нужные мишени и вернуться на базу. Это сложнейшая задача для них, так как они должны по пути следовать и не потеряться. Петропавловск представляет 12 юных техников. Не менее талантливые их соперники из других городов Казахстана. Сейчас идет борьба в номинации «Сумо». Роботам дается 30 минут на то, чтобы один из них нашел другого и вытолкнул за границы площадки. Шалпан Тумарбекова представляет город Тарас. Робототехникой занимается год. Ее робот оснащен несколькими распознавательными программами. В первой встрече потерпел поражение. Впереди еще поединки. Сегодня мы очень взволнованы и все надеются на победу. Мой робот не очень такой навороченный, но он сильный, потому что тут у нас два large мотора, больших мотора. Два сенсора, это color sensor, он распознает цвета, а это распознает противника. Имя победителя определится 15 мая. Он получит кубок и станет участником республиканского конкурса, посвященного предстоящей международной выставке «Экспо-2017». Пройдет он в сентябре в Астане. Гульнара Кали, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК.